Вопрос как раз по Гацалову. Приехал в Казахстан работать, титулованнейший спортсмен, борец. По-моему, шестикратный чемпион мира. Пятикратный чемпион мира, олимпийский чемпион. Олимпийский чемпион, трекратный чемпион Европы. Один из тех борцов, которого я очень сильно люблю в спорте и уважаю за спортивные достижения. Вот его приезд в Казахстан, это решение вот этих проблем в борьбе, которые у нас есть. Понятно, что он не будет бороться, хотя это еще вопрос такой, стоит немного полуоткрытый. Вообще, насколько мне известно, у него была такая мысль, что под видом тренера-консультанта само готовится к олимпийским играм в Токио за Казахстан. Хотя он завершил карьеру уже несколько лет назад. По-моему, перед ривой в последнюю Россию отборолся чемпионат России. Ну, я имею в виду, что он завершил карьеру такую масштабную. Все-таки чемпионат России это не какой-то прям такой сумасшедший турнир. Я имею в виду, что он уже перестал выступать на тот момент на таких крупных стартах. Конечно, это имя в мире вольной борьбы. Но понимаете, что обидно, что у нас есть Ислам Байрамуков, который не хуже этого Кацавова и который тоже может чему-то научить. Который говорит правду всегда, который не боится ничего. Который тоже титулованный борец. Я просто слышал, что зарплата у Кацавова составляет 10 тысяч долларов. Возможно, это неправда, возможно, это какие-то слухи. Но, по крайней мере, я это слышал. Я не видел этого контракта. Возможно, я сейчас говорю какую-то ерунду. Но я слышал, такие ходят слухи, что его такса это 10 тысяч долларов. Люди в мире борьбы говорят, что это какое-то издевательство и какое-то унижение для нас. Потому что мы работаем, занимаем более высокие должности и получаем намного меньшие деньги. И мы, скажем так, когда платят, главное, платить не своему, а чужому такие огромные деньги, это обидно. То есть, есть Байрамуков, есть Магомед Круглиев, который в Актау сидит, работает. То есть, есть Руслан Умралиев, которому доверили какую-то экспериментальную сборную. Хотя он прекрасно работал с вольной нашей сборной. Меняют на титулованного, легендарного Сергея Белоглазова, который просто развалил все в пух и прах. Всю сборную уничтожил, можно так сказать. При нем было два бойкота, представляете? Два бойкота. Вольники не хотели тренироваться под его руководством. То есть, меняют своего тренера, который давал результат, который просто завалил один старт, по-моему, чемпионат Азии. Но при этом он до этого принес очень много медалей. Меняют на легендарного, получается, спортсмена, но не легендарного тренера. В итоге он все разваливает и спокойно уезжает, возглавляет сборную Франции. Он сейчас возглавляет сборную Франции. По лунной борьбе. А Руслан Умар-Лив, получается, экспериментальная сборная, которая непонятно вообще для чего создана и что он там вообще будет делать. Тем самым...